Всем привет дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова я, меня зовут Женька и мы продолжаем играть в игрушку под названием Throw the Darkest of Times Сразу попрошу меня простить опять же за мой голос, я все еще болею Вот Так, на чем мы все собственно остановились-то? У нас 5 человек, да? Пойти на танцы Встретиться с горничным функционером НСДП Я пытаюсь просто вспомнить все Пробраться на виллу нацистского офицера Что у нас не хватает? Нам с горничной надо встретиться сначала, да? Наша сторонница Барбара говорит, что может познакомить нас с горничной высокопоставленного функционера НСДП Может быть она сможет нам помочь зайти в его кабинет Серьезно? Так, нам нужна скрытность Ну по скрытности ты у нас, ковулер Давай иди, обольщай эту горничную Так, сколько у нас? 27x марок, это не так много Пробраться на фабрику Не хватает получить доступ на фабрику Мы же вроде получали уже доступ Написать лозунги на стенах Лозунги на стенах Ведро краски не хватает На все что-то не хватает Так, ну подожди Вот у нас купить краску есть Эмпатия и образование Давай ты пойдешь У тебя по образованию все более-менее прокачано Украсть взрывчатку А инженер Эвген Полок знает, на каких каменоломнях может храниться взрывчатка Теперь мы можем украсть взрывчатку Отлично, просто зашибись Так, скрытности сила Скрытности сила, кто у нас тут может пойти? Можешь пойти, наверное, ты Давай тебе дадим велосипед Тебе дадим Вот так вот еще, наверное Или не будем давать Вот же у нас есть ведро с краской Че не так-то? Еще кого-нибудь отправить, нет? Может еще тебя отправить? Идите вдвоем Так, и у нас осталась еще одна чувиха Ты у нас будешь пожертвования собирать Что-то у меня денег не так, чтобы много Да, давайте закончим Так, три сторонника мы лишились 18 рейсмарок пожертвований Под покровом ночи Стефани пробирается на каменоломню в районе Кепеник Чтобы украсть взрывчатку Она успешно проникает на каменоломню Крадет взрывчатку для нашей группы Плюс одна взрывчатка, отлично Так, Майкл Ханссон отправляется за краской для группы В магазин подальше от своего дома Чтобы его никто не узнал Там Майкл Ханссон делает заказ И лавочник скрывается в подсобке Через некоторое время возвращается с краской У нас два ведра с краской, отлично Будем писать лозунги, значит, в следующей серии Ева Граф встречается со сторонниками нашей группы Из числа рабочих в районе Чтобы попросить у них дополнительные пожертвования Кто-то подозревать начинает Давай, не будем подавать виду Закончим свои дела Все проходит удачно Люди возмущены зверстными Ва-ва-ва, 16 рейсмарок мы получили Отлично Так, Эрвин встречается с горничной Высокопоставленного противного функционера Она терпеть не может Хозяина и рассказывает, как пробраться в его кабинет Где он хранит ценную информацию Вот, вот о чем я и говорил Есть еще люди нормальные То есть она горнична в этом функционера Но она его ненавидит Бывает Испания Правительство республики капитулирует Под давлением путчистов Под предварительством генерала Франка Правительство республики уходит в отставку Ой, господи, надоел мне этот нос Надоело мне болеть Германия предлагает помощь путчистам Франка На встрече с делегатами возглавлявшего переворот генерала Франка Правительство Рейха обещает предоставить путчистам Военную и материальную техническую помощь Москва призывает испанцев вооружаться Граждане Испании, рабочие и крестьяне Берите оружие и защищайтесь от фашистов Еще не забудьте виллу взять 26 июля 1936 года А я-то хотел поехать на природу Так на шашлыки что ли? Говорит Майкл Хансон другому члену группы во время перерыва А че тебе помешало вообще? Да, я хотел поехать купаться на озеро Ванзе Но там столько народу, что сесть негде Не то, чтобы позагорать или искупаться Ну, трудно поверить, что в городе сейчас столько людей Конец сцены Отлично Ничего, съездишь ты еще на шашлычки Давайте дела туда кончим И потом все вместе в пятером поедем на шашлычки Да, дамочки? Так, купить краску Ну, мы можем теперь лозунги, да, написать? Нам откроется доступ на фабрику Так, нам нужна скрытность И нам нужна пропаганда По пропаганде у нас кто? Так, у тебя аж 5 пропаганды Давай сделаем вот так вот Опять же, один из двоих в велосипед вам дадим Ты поешь на багажнике, а ты поешь за рулем Все, езжайте Так, че у нас тут еще открылось? Пробраться на виллу Нацистского офицера А инка работает на высокопоставленного Нацистского офицера И может сообщить Когда дома никого не будет Чтоб мы могли туда пробраться Это горничная, да? Скрытность и сила Блин, а по скрытности-то ты у нас был спец Так, еще бы кого-нибудь с тобой отправить На всякий случай Вот так вот, я даже думаю Давай вам дадим форму Одну на двоих Не знаю, кто там А, подожди, тут надо 3 человека Серьезно? То есть мы дадим вам форму Одну на троих Как вы будете делить? Ты оденешь фуражку Ты оденешь штаны А ты оденешь пиджак, что ли? Ладно, давай Езжайте Почему нет? Семнадцатых смарок Три сторонника Мы лишились Что печально Ночью Эрвин Блок отправляется писать лозунги на стенах В районе Хлихтенберг На следующей день их видят люди И понимают, что у кого-то хватило смелости так поступить Ой, господи Ладно, допустим Ночью Штефани и Ева пробираются на виллу нацистского командира Кто-то за ним наблюдает Нас заметили Давайте укроемся Тем более у нас есть вот форма офицера Одна на троих Задание прервано Зашибись Ничего хорошего в этом нету Опять нам надо будет в следующий раз сюда идти Отправлять уже других людей Ну а по скрытному Кого-то чувака отправлять Перед берлинским вокзалом Зоологический сад На ветру трепещет Флаги во всех концов мира Я встречаю гостя Держу в руках табличку С надписью Томас Фокс Мой гость опаздывает Может мне уйти? Ну давайте еще подождем О, здрасте Какие-то у вас лица такие сумасшедшие все Когда я уже собираюсь сдаться Ко мне подходит человек Компании двух мальчиков В белой форме Олимпийской почетной службы Я узнаю в нем журналиста с Гинденбурга А, точно, слушай, мы тебя видели Он с улыбкой пожимает мне руку Здравствуйте, я Томас Фокс Мы познакомились на борту Гинденбурга Не помните? Конечно Кивает он и поворачивается к мальчикам Благодарю вас Спасибо большое И дает каждому по одной марке Они благодарят его На неплохом английском И уходят Так, как твоя поездка вообще? Че, понравилось что-нибудь? Отлично, спасибо Немецкие поезда стали намного удобней Все еще не сравнятся с нашими американскими Но вы на верном пути Мы задерживаемся в отеле Где Томас оставляет багаж Отправляемся прямо на Олимпийский стадион Внушительное зрелище Над Олимпийским стадионом развиваются знамена Тысячи людей выстроились в очереди у многочисленных входов Из громкоговорителей Установленных на каждом столбе Льется музыка И доносятся официальные объявления Олимпийские кольца поддерживают две башни Одна с часами Другая со свастикой Вау, говорит Томас Ну не такой уж он и большой Хотя на самом деле он большой Как бы да, он большой Че врать-то как бы Фальк дал нам особые билеты Мы можем пройти без очереди На стадионе мы без особого удивления обнаружим Что места у нас первоклассные Мы усаживаемся И вскоре начинается представление Это Гитлер, да, типа? Я помню вот эту вот фотографию На самом деле очень популярную По полю идет Гитлер со своими подручными Маленькая девочка в белом платье Салютует вытянутой бледной рукой А затем выручает цветы Толпа вас тоже наревет Че ты об этом думаешь-то вообще? Головой вот так вот вертится Вешна вот так вот Что вы об этом думаете? Ваши президенты так себя ведут? Спрашиваю я у Томаса Ну, как сказать? Отвечает он Здороваемся мы в Штатах не так формально Но в целом я бы сказал, что любой политик В мире любит появляться на публике с детьми Чтобы казаться обычным человеком Ну, его встречают как религиозного вождя Как бы, если что А, ну это же не нормально Как вы этого не видите? Восклицаю я Вы, наверное, правы, говорит Том Но иногда он себя ведет точно как любой другой политик Гитлер берет девочку за руку И уводит ее с поля Прежде чем подняться на подиум Начинает играть помпезный марш Привлекая внимание зрителей Чтобы у мира услышать его речь Надеюсь, что он скоро закончит Надеюсь, что он скоро закончит Давайте вот так вот К моему удивлению Гитлер произносит, наверное, самую короткую свою речь Он объявляет олимпийские игры открытыми И все Зажигается олимпийский огонь Взлетают голуби Играет торжественная музыка А потом над зрителями зависает Гинденбрук Ну ладно, давайте согласимся, что выглядит зрелищно Чтобы вы не подумали об их идеологии Это потрясающе Они умеют производить на людей впечатление Поэтому немцам так понравился этот парень Потому что вам нравится очаровываться А он умеет очаровывать Как Вагнер? Спрашивает Том Вагнер это композитор, в общем Гитлер любил его слушать в свое время Не думаю, что нас легче очаровывать, чем вас, американцев Это верно, кивает Том Но все равно президентские ингурации и всемирные выставки На этом фоне выглядят убого Думаю, этот коротышка со смешными усами Теперь произвел впечатление на весь мир Вдоль трибун идут команды разных стран Приветствуя публику и Гитлера Некоторые спортсмены вскидывают руки в салюте Похоже на то, смотрите Теперь даже французская сборная салютует Гитлеру Да, серьезно Это, кажется, называется олимпийский салют Говорит Том Ну и вправду очень похоже Как бы вы не называли это приветствие Сейчас мир салютует Гитлеру И можно их понять Сречь настолько внушительная Что я начинаю понимать, почему все аплодируют Господи, ну это же все пропаганда Это... Блин, я бы провел опять же аналогии Но опять же не буду Неужели вы не слышали о контрационных лагерях? Что с евреями? А, ну вот Если картинка хорошая Правда никому не нужна, как бы что ли? Честно говоря, замечает Том В Соединенных Штатах довольно много людей Которые считают, что Гитлер прав И хотели бы такого же лидера в Америке А у нас тоже есть антисемитизм И даже большинство тех, кто считает себя демократами Или склоняется к либерализму Сейчас больше боятся коммунистов СССР, чем Гитлер А это может измениться? Нет вообще? Ты сам как думаешь? Слухи-то есть, конечно, говорит он Но я никогда не видел ни одного концлагеря И мои читатели тоже Я никогда не видел, чтобы с евреями расправлялись Как и мои читатели Если вы принесете мне какие-то доказательства Может быть, попробуют это как-то их убедить А что тебе надо? Такие доказательства вообще? Фотографии И лучше того кинопленку Принесите мне хоть что-то И я обещаю, что добьюсь публикации в США Фотографии или кинопленку Ну, как бы я попробую Мы проводим на стадионе еще 2 часа Смотрим, как мимо шагают атлеты Как они приветствуют немецкого канцлера Прежде чем торжественное напряжение спадает Итак, что дальше по плану? Спрашивает Том Что предлагаете мне Фальк? Заведение лучше в Берлин Вам понравится Вы меня заинтриговали, Эрвин Идемте, пока остальные не начали расходиться со стадионом Уйти Мы садимся в такси И едем в Курстюн Господи, какие слова-то сложные Курфюрстендом В Шарлоттенбурге Заведение, которое рекомендовал нам Фальк Вау, говорит Том Когда мы приезжали Похоже на старый Берлин Тот, что был в 1929 Но мне же говорили, что ночной жизни в городе теперь нет Это ширма Для иностранцев Нацисты закрыли все подобные заведения 2 года назад Как бы да Это для вас дурочков делалось Для туристов, чтобы вы думали, что Да, в Германии все зашибись Блин, на самом деле это не так Похоже, они их открыли заново Это заведение выглядит точно так же А точно так, как те Которые я захаживал тогда Говорит Том Когда мы выходим Клуб действительно выглядит точно так Как они выглядят для Гитлера Женщины в экстравагантных платьях И со смелыми прическами Элегантные мужчины в костюмах Все танцуют и беседуют А где женщины? Мы садимся у стойки так Чтобы видеть танцевальную площадку Где они, кажется, играют Они че, играют в джаз, что ли? Я знаю, эта песня Вскользает Том Ее сейчас играют в каждом баре в Нью-Йорке Поверить не могу Три года нацисты запрещали играть джаз В публичных местах Называли его чуждым немцем И дегенеративным Ну вот клуб на Кюрсус Ну вот клуб И здесь играет американский джаз Я не буду произносить это название Мне с моими соплями Еще тяжелее путится, чем обычно Не понимаю, что происходит Они же запретили эту музыку Учитывая все это Говорит Тома, вводя рукой клуб Я боюсь, что большинство Американских гостей Вернутся домой И расскажут соседям Что в Германии Все в порядке Страна как страна Все рассказы о жестоких И каждодневных насилиях При увеличении Нужно правду говорить Я понимаю, говорит Том Но боюсь, что Исценировка слишком хороша Никто вам не поверит Только одно Может настроить Америку Против режима нацистов Ну и че? Че может настроить? Война Единственное, чего Средний американец боится Больше, чем коммунизм Это новая война Предыдущая Чуть не загубила Нашу экономику Большинство считает Что великая война Вызвала великую депрессию Если вы сможете Добыть доказательства Что Гитлер Не просто планирует Начать войну Но и что эта война Скажется на США Тогда мы сможем Переванить штаты На свою сторону Ну доказать трудно Наверное будет или нет Он скрывает это как бы Это будет нелегко Но я найду вам доказательства Говорю я Хорошо Когда будете их Дайте мне знать Когда добудете их Дайте мне знать Давайте пойдем На этом мы прощаемся И я возвращаюсь домой И размышляю об увиденном за день Уже дома я думаю Кажется лучше Ты давай вот без этого А то на тебя Это тоже что ли действует Нельзя обманывать Этой постановкой Это только ширма Все сделано для того Чтобы обмануть людей Вообще-то Какую бы фальшивую картинку Нацисты не показали сегодня Намерения у них злые А планы темные Это все ширма Нельзя верить этому фарсу Вот Ты еще здравым Наслищий человек В отличие от других В Берлине Открыты Олимпийские игры На Олимпийском стадионе Берлина Фюрер и Рейхсканцлер Германского Рейха Адольф Гитлер Официально открывает Летние Олимпийские игры Италия поддерживает Генерала Франка Италия отправляет Аэропланы и боеперипасы Для путчистов Франка в Испании Прошу прощения Англия и Франция Отправляют флот в Испанию Англия и Франция Отправляют в Испанию Своих граждан от волнений 2 августа 1936 года Чего-то я не понимаю В этих нацистах и расистах Говорит Джозеф Штерн На собрании Как они умудряются Быть такими избирательными Своей ненависти А что значит Избирательными вообще К одному из американскому атлету Стояла очередь за автографами А он черный А по меньшей мере У пары человек В очереди была Нарукавная повязка Со свастикой Что за лицемерие Да у них все Мировоззрение Иррациональное Не думаю Что ненависть нацистов Рациональное явление Говорю Конец сцены Так ну давайте Дальше планировать Чего мы можем сделать Краску мы короче Взяли да Ой Пробраться на фабрику Ну мы теперь можем Сделать вот это Вот получить доступ Сделать это дело Пробраться на вилу Нанцистского офицера У нас прошлый раз Не получилось Блин слушай Тебя надо срочно Вот сюда наверное Отправить Уйти в подполье Здорово У нас рейхсмарок Не хватает Значит я задержат Да В следующий раз Господи Таксила и скрытность Если я отправлю Вот например Вас У вас есть Какие-то шансы Нет шансов У вас не будет Мне кажется Так ну что я могу Еще сделать тогда Так посетить музей Собрать пожертвования Давайте Та пожертвования Хотя бы соберем Давай ты вот сюда Пойдешь Ты пойдешь сюда Ну а ты пойдешь Вот сюда вот Так а ты оставайся здесь Потому что ты очень Палевно У тебя 5 звезд Опять же по аналогии С GTA Я говорю 5 звезд На самом деле 5 кругляшков А так 21 маркер Их пожертвования Эрвинбук пытается Подкупить сторожа Секретной фабрики В районе Лихтенберг Чтобы попасть внутрь Эрвинбук убеждает Сторожа сотрудничать с нами Теперь мы сможем Попасть на фабрику И узнать что там происходит Отлично Просто зашибись В следующей серии И пойдем значит на фабрику Так сколько ты тут получил 27 Нифига себе Вот нормально Боевой дух даже поднялся Так ты у нас получил 11 Это не очень много Так Стефани Сколько ты получила Кто-то опять подозревает Что-то начинает Давай Не обращай на это во внимание Закончим дело 11 Тоже не так много Ну Мы ушли все равно В плюс 1 Джесси Оуэн Берет 3 золота Выдающийся американский атлет Джесси Оуэн Своигрывает На летних олимпийских играх В Берлине 4 золотых медали Немецкие добровольцы В Испании Первые немецкие добровольческие Отряды Прибывают в испанские кандицы Чтобы поддержать фашистов Эти отряды Собранные Солдат Люфтвафф И переодет их В гражданское Господи боже мой Коммунистическая партия Германии Антифашисты Помогите Испании Центральный комитет Коммунистической партии Германии В Париже призывает Антифашистов Объединиться И помочь Испанскому на фронту И людям в Испании Короче Ну понятно все 9 августа 1936 года Когда я прихожу на собрание И Джозеф Штенн рассказывает И вот Я вижу в кафе Как два голландских журналиста Загнали в угол Немецкую спортсменку И осыпают ее вопросами Что они спрашивали Мне показалось Что вопросы были безвредны И спортсменка не возражала Только какой-то странный человек Нависал над ними Как ястреб в двух шагах От них стоял Что это было за человек Я не знаю Что это было за человек Это наверное Был переодетый в полицейский А переодетый в полицейский Это был Гестапо следит за журналистами Чтобы контролировать Что они узнают Понятно Ясно Вот Вот чем мне открылось Пробраться на фабрику Элзе Хонингмен Всучила взятку Нужному человеку И теперь мы можем Попасть на фабрику В Лихтенберге И собрать важную информацию Отлично Так по скрытности Давай пойдешь ты По силе Кто у нас тут Сила 3 У них вроде у всех Сила маленькая Давай пойдешь ты Я вам дам велосипед Я вам дам фуражку Бомбу вам надо Не надо Я не знаю Нет Сразу же Вот это вот Все увеличивается Давайте вот так Вот еще надо Один человек Так у меня 88 рейксмарок В принципе Это хорошо Потому что мы можем Вот вас послать Например сюда Вы тут отсидитесь Немножко Давайте Сегодня будет одно дело Остальные будут Просто в подполье тусить Карта пусть поиграет Так 20 рейксмарок Рейксмарок Пожертвования Ночью Эрвинберг и Джозеф Штен С помощью подкупленного Остарожа Проникают на фабрику И прибираются в производственный цех Появляются штурмовики А у меня есть форма У меня есть форма Спокойно Штурмовики уходят Все получилось Они находят критически важные сведения Которые надо рассказать миру Все Это просто отлично Это просто зашибись Сейчас встретимся с журналистом И передадим ему эти сведения И весь мир узнает правду Вот так вот Как бы Ну посмотрим Что из этого получится Мы поднимаемся На невысокий холм Перед нами Несколько браков Сыганских кипиток В грязи возятся дети Видимо это и есть лагерь Не хотите сделать фото Предлагает Берта Так это я тоже вырежу Потому что тут опять же Громко сморкался Чтобы ваши уши поберечь Сфотографировать лагерь Ну давайте Нам же Нас просили фотографии Мы делаем Я достаю фотоаппарат И снимаю лагерь В воздухе висит тяжелый Запах нечистот Я едва дышу Я смотрю на свою спутницу Ну это понятно Что это лагерь Что за вонь вообще Канализация Этих людей заставляет жить Здесь между свалкой И кладбищем Между нечистотами И мертвецами Вряд ли это сделали с умыслом Но для цыган Место хуже не придумаешь Давно они здесь вообще Точно не знаю Я знакома с несколькими семьями Они жили неподалеку От Штраусбергплац Около месяца тому назад Они вдруг исчезли Я навела справки И узнала Что полиция Вывела их сюда Почему мы Ну как Что за глупый вопрос Мы так понимаем Почему Что это гонение Что они сделали По недавно Принятым Нюрнбергским законам Цыгане-бродяки Неблагонадежные элементы Власти решили Выселить их из города Во время проведения Олимпийских игр Ну как бомжи Типа да А думаете Что после олимпиады Им позволят вернуться Нет Не позволят им вернуться Я уверен Вряд ли Здесь как я уже сказал Действуют нюрнбергские законы И цыгане Это только начало Я думаю Они евреев Тоже выселили бы Да боятся Что в зарубежных газетах Об этом напишут А цыгане На цыган Никому нет дела Ой Блять Здрасте Ты кто Большинству Нет никакого дела На цыган Почти везде Их считают Низшими существами Тс Мы пришли Полицейские ухода Встречают нас Долгим взглядом И приказывают остановиться Хай Гитлер Сестра Берта Приветствует он Благослови вас Господь Отвечает Берта Полицейский Смотрит на меня Ну допустим Молоко Привезли Как обычно Она указывает На нашу телегу С бидонами Ладно Проходите Так сделай вход Ой Давайте я вас Сфотографирую Ребят Сделайте Грустное лицо Я достаю Фотоаппарат И снимаю сцену К нам подбегают дети Они здороваются С Берты И весело Стрекочут О чем-то между собой Она обращается По имени К каждому из детей И приглашает их Следовать За нами Давай Фоткать детей Я спрашиваю У детей Разрешение И фотографирую их Женщина купает Своего сына Увидев нас Она заворачивает Заворачивает его Заворачивает его В простыню Добрый день Сестра Берта Она шлепает Сына Который дрожит Обернутая ткань Здравствуйте Сестра Берта Говорит мальчуган С вежливым поклоном Ну привет Чо Здравствуй Мария Говорит Берта Оскар Мой мальчик Как я рада тебя видеть Как поживаешь Мальчишка молчит И мать опять шлепает его Он торопливо произносит Все в порядке Спасибо сестра Берта Как ваши дела Спасибо Оскар У меня все прекрасно Это сестра показывает на меня Я Эрвин Привет всем Я называю свое имя Я тут короче в этом сопротивлении Вы не обращайте внимания Ведите себя как бы естественно Я вас тут просто пофотографирую Мне там надо фотографии сделать Только никому об этом не говорить Я называю свое имя Эрвин добрый человек Он вам поможет Говорит Берта Добрый день Эрвин Говорит мне женщина Так вы хотите нам помочь Правда Ну если смогу Если попозируете Она глядит на меня И пожимает плечами По правде сказать Я не уверена Что у нас получится Девочка из группы детей Пришедших с нами Дергает меня за рукав И говорит шепотом Можно нам молочка Конечно можно Так ребят Разбирайте молоко Мы для того его и привезли Когда вся принесенная детьми Посуда наполнена молоком Я снова обращаюсь к Марии Сестра Берта говорит Что вас что-то тревожит Так это Мария недоверчиво смотрит на меня Тут есть один странный доктор Доктор этого Как его звали-то Ангел смерти в Венге Или Верге Что-то такое Мария недоверчиво смотрит на меня Тут есть один странный доктор Но он сам Себя называет доктором Я-то не знаю Кто он на самом деле Он приезжает сюда С одной Женщиной А та еще страннее Что он делает Доктор и его помощники Осматривают нас Проверяют зубы Как у животных Фотографируют Увозят детей А куда увозят Оскар Расскажи Нас возят в институт Говорит Оскар Ты там бывал? Да Это далеко Надо на машине ехать Я там два раза был Там красиво И кормят хорошо А что там делают? Нас там кормили Мы играли в игры Нам задавали вопросы Так красиво А там красиво Я хочу еще раз А мама не разрешает Говорит Оскар Это правда? Я им не верю Не знаю Что они там делают С детьми Но мне это не нравится Их там обмеряют Фотографируют Словно каких-то редких зверей Уверены Они что-то недоброе Задумали 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 Они хотят Как бы Короче ладно Не буду спойлерить Вы просили их Прекратить это Внезапно дети Срываются с места И бегут к воротам Это они Говорит Мария И указывают рукой В сторону ворот В лагере входит Мужчина и женщина В сопровождении полицейских Надо спрятаться Говорит Мария Спрятаться в кипитке За кибиткой Так ну давайте в кибитке Вряд ли Высокопоставленные офицеры Будут заходить В этот вот В кибитку Там же плохо Там антисанитария Все дела Мы быстро забираемся В одну из кипиток И наблюдаем за визитерами Их окружили дети Мужчина держит Оскара за голову И внимательно его рассматривает Женщина рядом с ним Делает записки в блокноте Давай тоже Сфотографируем Мы слишком далеко Но я все равно достаю фотоаппарат И пытаюсь сделать снимок Взрослые тоже собрались В группе Некоторые из них Кричат на доктора И его помощницу Отстаньте от наших детей Убирайтесь прочь Полицейские Угрожающие Помахивают дубинками Давай тоже сделаем фото Больше фото Больше будет Выбор Я снимаю сцену Обстановка урод Накаляется Взрослые подходят все ближе Так оставаться на месте Давай Я остаюсь на месте И наблюдаю Мария оттаскивает Оскара от доктора Но полицейский берет Ее дубинкой по руке Мария кричит от боли И отскакивает назад Со всего лагеря сбегаются Люди начинают кричать на визитеров Давай сделаем фото Я сделаю еще одно фото Слышится полицейский свисток К нам сбегаются полицейские На ходу выхватывая дубинки Они бьют забравшихся И загоняют их обратно в лагерь Оставаться в укрытии Я наблюдаю за всем В безопасного расстояния Доктор с помощницей Заталкивают Оскара в машину Стоящую у ворот Он громко плачет Мария с группой обитателей Лагеря пытается прорваться к машине Но полиция их не пускает Машина заводится и уезжает Ой, господи Что творится-то Я остаюсь на месте И жду, когда полицейские Отойдут от ворот Надо выбираться отсюда Полиция не обратила на нас внимания Оно и к лучшему Говорит Берта Пойдем отсюда, короче Самая лучшая помощь будет Если мир узнает, что здесь происходит Ну как бы да Не будем рисковать Нам нужно эти фотографии Передать нашему журналисту из США Блин Не могу говорить Очень горло болит Если полиция отберет фотоаппарат У вас не останется никаких доказательств Мы покидаем лагерь через другие ворота Чтобы не встретиться с полицией Выбравшись из лагеря Мы возвращаемся в Марцин Я спрашиваю Берту Что это сейчас было вообще? Как думаете, что будет с мальчиком? Что будет с мальчиком? Понятия не имею Но все это не очень мне нравится Гитлер уже несколько лет Говорит с окончательным решением Еврейского вопроса А цыганский вопрос тоже И вообще обо всех неярийцах Но почему-то никто не спрашивает Что подразумевается Под окончательным решением Ну, газовые камеры Это мы как бы с вами знаем Ой Не знаю Правда не знаю Отвечает сестра Берта И оглядывается на лагерь Дым костров тает в небе А на фоне закатного солнца Но в одном я уверен То, что мы видели Это только начало Да, это только начало В декабре 1936 года Национал-социалистическую Германию Хорошо принимали и уважали И дома, и за границей В то же время Нацисты начали повсеместно Преследовать евреев, цыган и инвалидов Так называемых асоциальных элементов Так началось то, что закончилось Истреблением миллионов Под вашим надежным и умелым руководством Группа смогла завербовать Сохранить достаточно сторонников Между прочим Чтобы пережить истоки облавы Конец второй главы Понятно Ой, ясно Скоро будем заканчивать Точнее, сейчас, наверное, даже Никто за пределами лагеря Не знал, что произошло в тот день Никто не хотел знать В Берлине праздновали триумф новой Германии Словно это была самая обычная страна Хитлер врал И мир хотел ему верить В 1938 году Британия и Франция уступили агрессивным требованиям Германии и позволили ей занять суд это Ну а там дальше Чехословакия пойдет, да? Вскоре последовал черед Австрии Он шлюз Когда вермахт пошел в Польшу Англия и Франция наконец объявили Германию войной Ну это была такая неактивная война Спущенные из цепи солдат и вермахта Сеяли смерть и разрешение по всей Европе Нацисты исполнили свое обещание А мы Нас уничтожили? Серьезно? В смысле? Подожди, как уничтожили? Это плохая концовка, что ли? Или что? Я не понимаю Остановите войну Гитлера Нас уничтожили, в смысле, не меня конкретно, а наше сопротивление, что ли? Гитлер осуществил свои угрозы и принес войну в Европу Германии понадобилось войти в Судетскую область Австрию, Польшу и Францию, прежде чем Великобритания наконец объявила ей войну Мы были поражены Фашинсен распространялся по всей Европе Мы должны были что-то сделать, иначе смерть грозила миллионам Понятненько Так, ну давайте, наверное, на сегодня будем заканчивать Очень тяжело записывать, когда ты болеешь И когда у тебя болит горло Увидимся в следующих сериях Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Всем пока